В этом видео особый акцент я хотел сделать на том, что необходимо принимать витамин D вместе с другими макроэлементами. Ну вот я как в качестве примера опишу, что витамин D влияет на метаболизм кальция, на его поступление, утилизацию и накопление в ткани. Вот как этот процесс происходит? Витамин D ответственен за всасывание кальция из кишечника. Затем витамин K2 ответственен за поступление, за транспорт этого кальция до тканей. Уже в самих тканях магний ответственен за то, чтобы витамин D вступал в клетку. Таким образом витамин D необходимо принимать совместно с кальцием, совместно с витамином K2 и совместно с магнием. То есть магний конкретно тканевой фактор действия витамина D. Поэтому обязательно надо учитывать это сочетание. Обязательно необходимо надо учитывать содержание желчных кислот, насколько хорошо вырабатывается желчь. И тогда в этом случае эффект от приема витамина D будет намного больше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...